На сегодня религия занимает важное место в жизни современного общества. Играет значительную роль в формировании моральных принципов и социального единства. На прошедшем собрании имамы города и 12 районов подвели итоги года. Духовное управление мусульман Казахстана утвердило этот год как год ислама и ценности традиции. В его рамках работа велась по пяти направлениям. Приоритет отдавался продвижению национальных ценностей. 12 районов и город представили свои отчеты, какие мероприятия были проведены за текущий год. В этом году муфтият отдает приоритет пяти направлениям, чтобы еще больше систематизировать и активизировать работу. Это религия, традиция, благополучное общество, благотворительность и пропаганда, религиозное образование и защита от иностранных религиозных течений. Сейчас особую роль играют наши национальные традиции. В этом направлении на протяжении года проводятся различные мероприятия. Спортивные, обучающие, праздничные, с использованием наших национальных игр и многое другое. Одним из важнейших направлений является проведение пропагандистской работы, повышение религиозной грамотности, налаживание связей с обществом. Чтобы казахстанцам быть религиозно грамотными и не идти на поводу у деструктивных течений, религиозные деятели должны вести тщательную работу. В городской мечети по данному направлению было проведено 1300 лекций, в которых приняли участие около 4000 студентов. Мы проводим разъяснительную работу для единства джамаата. Для более глубокого понимания религии проводятся различные мероприятия. Наши национальные праздники мы организовываем в спортивные соревнования с использованием наших национальных спортивных игр и традиций. Также для более глубокого понимания населением религии проводятся образовательные курсы, где изучают жизнеописание пророка, арабский язык, читают Коран. Также в мечетях проводятся информирования и объяснения вопросов религии, как на общих собраниях, так и лично. На сегодняшний день в городе работают 45 специалистов. Есть магистранты, бакалавры, а также выпускники медресея. Кроме того, в течение года для имамов проводятся семинары и тренинги. Отметим, что в рамках проектов «Тай-Казан», «Умерге-Умыцейла», «Кулдан-Кулга» была оказана благотворительная помощь больше пяти тысячам семей. Зарина Удба, Самат Каликенов, телеканал «Октюбе». Продолжение следует... Продолжение следует...